Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шарочной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим один из довольно-таки популярных вариантов дебюта игра Байдянского. Ну и заодно и секретное продолжение, найденное международным гроссмейстером Юрием Королевым и мастером Матвеем Нидбайлом. Дебют игра Байдянского возникает после ходов АБ4 и БА5. И здесь есть две системы, ЕД4 и БА3. Мы рассмотрим систему БА3. Теперь у черных есть три возможных ответа АБ6, СБ6 и ДЕ5. Мы рассмотрим ход АБ6. Здесь у белых также есть два возможных продолжения АБ2 и ЕД4. Мы рассмотрим ход ЕД4. Ну и у черных, в принципе, есть тут три интересных хода. Это ФЕ5 и можно бить в центр, либо на бортик с более приятной игрой у черных, либо меняться ДЦ5. После размена ДЦ5 белые могут бить на Ф4 и на Д4. Давайте сперва рассмотрим размен на Д4 вкратце. Теперь черные играют СД6 и белым лучше всего сыграть СБ2. То есть создали ударный кулак, грозим разбить правый фланг черных ходом ДЦ5. И черным лучше всего разменяться назад. Ну и после хода АБ4 белые уравнивают постепенно игру. У черных более приятное положение, но выигрыша нет. Например, я играл такую партию черными против мастера Сергея Королева, сына международного гроссмейстера Юрия Королева. Если же черные идут на более сложную игру, ДЦ5, тогда закрываемся ЖФ4 и черным лучше всего играть ДЦ7. Такой компьютерный вариант пошел. Белым надо играть ЖХ4 и черные играют Б7. Поставили ловушку. Ну и естественно нельзя играть ЖХ3 из-за простенькой комбинации. Это комбинация шахматиста Александра Дмитриевича Петрова. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за черных. Черные жертвуют шашку СБ4 и затем выбивают шашку Х4 и Д4. Бьют три шашки. Следующим ходом забирают шашку Ф6 и побеждают. Естественно, не попадаемся на эту простенькую комбинацию. Играем ЖФ2. Ну и тут возможен такой примерный вариант. СД6. ФЖ3. ФЕ7. Черные построили ударные колонны. Надо закрываться. ЖФ4. Ну и после размена СБ4 бьем назад. ЕД6. Играем СД2. И партия заканчивается ничьей скорее всего. Абсолютно равная позиция. Если же в этой позиции черные будут играть не точно. Например, ФЕ7. Вот этот ход уже не точный. Тогда белые захватывают инициативу. Они играют ЖФ4. И ход ФЖ5 уже слабый за черных. Играем АСЖ3. И хотим разменяться СБ4 с более приятной позицией. Поэтому черным приходится играть ЕД6. Тогда продолжаем атаковать. ДЕ5. То есть уже на ЖФ4 не зайдешь. Белые выиграют. Допустим, побили. Сюда бить нельзя. Ну просто сыграли, допустим, ЖФ2. И белые побеждают. Видите. Шашек поровну получается. 7 на 7. Но белые проходят в дамки. Если же черные бьют в эту сторону. Получается примерно то же самое. Шашек поровну. Но белые идут в дамки. И должны победить. Поэтому нападать нельзя. Вроде бы надо меняться. ДЕ7. Но этот размен также приводит лишь к поражению черных. Белые тут же меняются. СБ4 выигрывают шашку. И черным надо отыгрывать шашку. Лучшего не видно. Тогда играем ФЕ5. И спокойно заходим в люккель. Ну и бьем либо в дамки. Либо выигрываем шашку. И побеждаем. Вот это анализ международного агросмейстера Юрия Королева. Но все-таки в этой позиции была ничья. Для этого надо было точно сыграть СБ4. И как можете убедиться сами. К сожалению, белых выигрыша нет. Тоже преимущество сохраняется. Так. Рассмотрели бой на Д4. Теперь рассмотрим бой на Ф4. Это более популярный вариант. И черные начинают атаковать правых ламп белых. ФЖ5, ФЕ3 и Ж4. Белым лучше всего закрыться. ЖФ2. И тут есть три системы игры. Вернее, две системы игры. Но ЖФ6, естественно, играть нельзя. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Старинная ловушка. Жертвуем шашку. СБ4. И меняемся 2 на 2. Ну и следующим ходом нападаем либо СБ2, либо СД2. Как кому больше нравится. И выигрываем шашку. А вместе с ней и партию. То есть ЖФ6 играть нельзя. Если играть СД6, здесь возможны интересные варианты с красивой ловушкой за черных. Тогда белым надо играть СД2. Черные играют ФЕ7. И белым лучше всего меняться ФЕ5. Наиболее сильное продолжение. Тогда черные меняются вперед. ЖФ6. Белые играют СД4. Грозят ДЕ5. Поэтому надо играть БА7. Тогда белые играют АБ2. И вот в этой позиции черные могут расставить красивую ловушку. Они могут сыграть ДС7. В чем идея? Оказывается, нельзя играть ЕФ4. Напрашивающийся ход. То есть белые вроде бы грозят провести комбинацию ФЖ5-ФЖ3. И выиграть. Эту партию. Но на самом деле в этой позиции побеждают черные. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти комбинацию за черным. Черные начинают. И выигрывают ходом БЦ5. Запускают белых дамки. Затем. Подрывают пункт А3. И после хода ФЖ5. Проводят красивый удар по кругу. И побеждают. Такая симпатичная ловушка. Естественно, в этой позиции ЕФ4 за белых играть нельзя. Укажу красным. Правильно играть в этой позиции после хода ДС7. БЦ3. Ну и у белых более приятная позиция. Но ничья за черных достижим. Так, рассмотрели ход СД6. Ну, еще иногда играют БЦ5 в этой позиции. Тогда снова играем СД2. И грозим выиграть шашку. Ну и тут обычно все за черных играют ДЕ7. Вкратце рассмотрим этот вариант. Белым надо нападать СД4. Тогда черные играют СБ6. И тут правильно играть ДЕ5. А вот АБ2 уже ведет к большим неприятностям белых. Там ход АБ2 ставит позицию белых на грань поражения. Правильно, конечно, играть ДЕ5. Вкратце рассмотрим возможный вариант. Ну и черным надо играть Б7. Сильнейший ход. Иначе белые получат преимущество. И белые заходят в любки. Черные жертвуют шашку. Но позиция белых нисколько не лучше. Потому что шашки правого фланга белых попадают под связку. И несмотря на лишнюю шашку, позиция примерно равная. То есть так, прошу прощения. Не ФЖ5 тут надо играть. Да. Удалить. В этой позиции сперва черные нападают. БА5 промежуточный ход. И вот после того, как белые отходят. БЦ5. Вот здесь уже связываем ФЖ5. Ну и здесь возможен примерный вариант. ЕД2 АЖ7. АБ2 АЖФ6. БЦ3. Черные меняются назад. Ну и здесь примерно равная позиция. Но тем не менее, черным надо играть тоже аккуратно. Все-таки у них шашки нет. СД4. И вот здесь правильно играть АБ6. С идеей разменяться назад. Ну и допустим, ДЦ3 и БЦ5 разменялись. И белым уже опасно играть АБ4 и СД4. Здесь надо уже возвращать шашку ходом ФЕ5. Но после размена же Ф4 можно бить и две шашки, можно и три побить. Возникает примерно равная позиция. Партия, скорее всего, закончится ничьей. Если же в этой позиции черные ошибутся, сыграют не АБ6, а ФЕ7. Этот ход уже ведет к поражению черных. Например, ДЦ3. Ну АБ6 тут, ЕД6 без разницы. Играем АБ4. Ну и допустим АБ6. То есть, возможно, перестановка ходов. Тогда нападаем ДЕ5. Ну, меняться назад бесполезно. Белые выиграют, поэтому приходится закрываться. Тогда белые возвращают лишнюю шашку ЕФ6. И после хода ЕД4 черным как-то некуда ходить. Резко стало. Здесь белые выигрывают. Рассмотрели. От ДЕ7. А мы сегодня, друзья, хотим рассмотреть прикольный вариант. Если черные играют СБ6. Вот это уже анализ мастера Матвея Нидбайла. Тогда меняемся СБ4. И после нападения ДЕ7 отдаем шашку обратно. Ну, у нас она пока лишняя. Но, видите, черные ее отыгрывают. И черным лучше всего бить назад с примерно равной игрой. Ну, допустим, ЕД4, ДЦ7. И белые рано или поздно разменяются. Тут можно бить и назад, и вперед. Позиции возникают примерно равные. То есть, у белых, видите, переразвитие. Это плюс. Но, есть отсталая шашка H2. Это минус. У черных также есть отсталая шашка H8. И несколько ослаблен правый фланг. Поэтому позиция примерно равная. Но, в одной из партий, как раз мастера Нидбайла, черные побили на поле Д6. Вот здесь уже белые заплатывают большое преимущество. Играем ЕД4. Ну, и черным надо нападать ДЦ5. Остальное еще хуже. Тогда меняемся в Е3. И бьем, естественно, вперед. И вот здесь есть два хода за черных. ЕФ6 и ЖФ6. Давайте рассмотрим оба. После хода ЕФ6 ничья за черных возможна. Например, АБ2, ФЖ5. И черные, видите, грозят напасть на шашку H4 и выиграть партию. Поэтому белым надо нападать же H4. Позиция кажется страшной. То есть, черные грозят прорваться на пункт А1. Но здесь у черных нет темпа. Поэтому им приходится меняться назад. Вот таким образом. Ну, и после всех разменов у белых позиция здесь с преимуществом. Но все-таки черные точно игрой могут достичь ничьей. Ну, вкратце рассмотрим варианты. АЖ7, БЦ3, ЖФ6. Вот эти два хода за черных единственные. Все остальное проигрывает. Ну, и тут возможен такой примерный вариант. СД4, ФЕ7. АБ4, ЕД6, ДЦ5. Надо играть ФЕ5. Бой, бой. Ну, бесполезно жертвовать шашку. Там у белых выигрыша нет. Если же ставить дамку на поле Д8, тогда черные отходят. Снова бесполезно жертвовать шашку. Белые хотят поставить дамку на Б6 и не дать черным пройти в дамки. Например, ЖАЖ2, БА7. Видите, пока дамку ставить нельзя, так как белые выигрывают после хода БА5. На АЖ5 белые также выигрывают после хода ЕФ4. Поэтому приходится играть ДЕ5. Это единственный ход. Ну, тогда играем, допустим, на С5. Снова сюда не пойдешь. Сюда не пойдешь. Это проигрывает. Надо играть АЖ5. Тоже единственный ход, да? Тогда играем, допустим, на А7. Здесь снова единственный ход. ЕФ4. Надо отходить. Тогда уже ЖАЖ4. Ну, и после хода БА5 надо сделать последний точный ход. Вот ФЖ3 именно таким образом. Остальные ходы проигрывают. И все-таки черные достигают ничьей. Да, у черных, видите, единственные ходы все время. Но, тем не менее, их найти не так уж и сложно. Тут все логично. Если же в этой позиции черные играют ЖФ6, тогда у белых есть очень красивая атака. Смотрите, играем АБ2. И после размена БА5 назад играем БЦ3. У белых, да, застряла шашка Х2. Но у черных тоже есть слабость. Шашка Х8. Кроме того, очень сильно ослаблен правый фланг. Видите, у черных всего одна шашка. На правом фланге, а на левом целых 5. Поэтому преимущество белых здесь очевидно. Далее, возможно, ЕД6 АБ4. СБ6, ЕД4. У черных единственный ход. БА5. Все остальное проигрывает. И белые нападают ДЦ5. Вот здесь у черных есть два варианта. ФЕ7 и ФЕ5. Подумайте, как сыграли бы вы. На самом деле, правильно играть только ФЕ5. После этого хода черные еще могут сделать ничью. Например, после всех разменов играем АЖ7. Белая играет АЖ5. Ну и тут все форсировано. Разменялись. БЦ7. ФЕ3. ЦБ8. Ну, видите, на ход ЕФ2 отдаем две шашки. И белые легко побеждают. Поэтому так играть нельзя. Сюда тоже не отдашь. Потому что белые просто зайдут. Такие любки своеобразные. Ну и затем побьют шашку С3 с выигрышем. Поэтому у черных единственный ход. ЖФ6. Тогда играем БЦ5. И грозим сыграть СБ6. Кажется, что поражение черных неизбежно. Но здесь их спасает жертва. АБ4. Ну и в какую сторону не бей. Везде ничья. Ну, например, побили на А3. Играем ЕФ2. АБ4 не даем поставить дамку на Е1. Просто ставим на Ж1. Ну и после хода БА7 уходим на верхний двойник. ЖХ2. И партия постепенно закончится ничьей. Вот такая ничья была у черных. Ну, она не такая очевидная. Поэтому черные здесь решили сыграть ФЕ7. Ход кажется интересным. На самом деле не видно сильных продолжений за белых. Вроде бы кажется тоже ничья. Даже у черных поприятнее как-то. Но на самом деле здесь красиво побеждают белые. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти сильнейший ход за белых. Белые красиво жертвуют СБ6. Играют СД4. И выясняется, что это позиция за черных проигранная. Есть 4 хода. СБ6, ФЖ5, АЖ5 и АЖ7. Давайте рассмотрим их все по очереди. После хода СБ6 белые проводят несложную комбинацию. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Играем БЦ5. Затем ДЕ5. Затем ФЖ5. Вот такая своеобразная комбинация Наполеона. Мини комбинация Наполеона. Получилось. Так. После хода ФЖ5 белые выигрывают не менее красиво. Тоже попробуйте найти выигрыш. Белые отдают вторую шашку. Затем третью. Уже без трех шашек. И скромно заходят любки. И выясняется, что это позиция проигранная. То есть как бы черные не играли, белые отъедают две шашки. И видите, обрезают черных по нижнему двойнику. Ну и постепенно выигрывают. Можете убедиться в этом самостоятельно. Так. Если черные здесь играют АЖ7. Ну здесь самый простой выигрыш. Играем ЖЖ4. И на ход СБ6 просто нападаем. У белых видите отсталая шашка АЖ2. Но у черных целых две шашки. Е7 и Ж7. Поэтому черные проигрывают. Ну например, ДЦ5. Побили. Просто ставим дамку по двойнику. И черным как-то некуда ходить. Ну последний возможный вариант. Если черные возвращают шашку. И здесь также возможны два хода. Если черные, допустим, играют ДЕ5. Тогда отходим ДЦ5. Ну и после последнего хода СД6 играем АЖ7. Ну и здесь тоже легкий выигрыш. Например, ФЖ5, ЖФ8. Ну и черным просто некуда прилично пойти. Остается только сдаться. Если же в этой позиции черные играют СБ6. Здесь еще нужна определенная аккуратность. Надо сыграть АЖ7. Это единственный ход на выигрыш. И вот здесь есть два варианта. Если черные играют ДЕ5. Тогда нельзя идти в дамки сразу же. Надо сперва пожертвовать шашку. ДЦ5. И вот теперь только идем в дамки. Снова видите самообложение. То есть черные проигрывают из-за собственной шашки предателя на поле Е7. Вот если бы ее не было, тогда скорее всего черные еще бы могли побороться за ничью. Ну вернее, если бы она была на другом поле. А так это проигрыш. Ну и если черные в этой позиции играют, допустим, ФЖ5, тогда белые проводят тоже красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Играем в ЖЖ4. Черные бьют. Отдаем одну шашку. Затем вторую. И красиво выигрываем. Друзья, это анализ мастера Матвея Нитбайла. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поставить нравлик. Прикольное слово. Нравлик. И подписывайтесь на канал. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.